В культурной жизни нашей страны проходит множество значимых мероприятий. Центр Гейдар-Алиева превратился в традиционное место проведения таких мероприятий, которые высоко оцениваются. Об этом заявил директор Центра Гейдар-Алиева Анар Алик-Пяров на церемонии открытия выставки. Отметив, что над этим проектом работа шла долгое время, Анар Алик-Пяров выразил удовлетворение реализации выставки, подчеркнув, что она впервые проходит в нашей стране. Поделившись своими впечатлениями о выставке, директор Центра Гейдар-Алиева поблагодарил первого вице-президента Азербайджана, президента фонда Гейдар-Алиева Микриван Алиеву и вице-президента фонда Лилу Алиеву за поддержку в осуществлении проекта. Анар Алик-Пяров остановился на заслугах президента Федерации Еврейских общин России, генерального директора Еврейского музея и Центра толерантности, Александра Брады и куратора выставки, историка искусства Андрея Соробьянова в реализации этой выставки. Президент Федерации Еврейских общин России, генеральный директор Еврейского музея и Центра толерантности Александр Брады отметил, что выставка, экспонирующая, собранные в региональных музеях произведения, стала возможна благодаря совместным усилиям Центра Гейдар-Алиева, Еврейского музея и Центра толерантности России, Московского музея современного искусства. Александр Брады подчеркнул, что руководимый им Центр уже многие годы плодотворно сотрудничает с Центром Гейдара-Алиева. Мы полностью поддерживаем принципы взаимоуважения и толерантности. Руководство фонда Гейдар-Алиева сказал Александр Брады, подчеркнув, что они с большим уважением относятся к проводимой под руководством президента Азербайджана политике толерантности. Он выразил уверенность, что подобные проекты будут реализовываться и в дальнейшем. Куратор выставки, историк искусства Андрей Соробьянов сказал, что счастлив, что произведения русского авангарда представляются в Баку. Он отметил, что проведение выставки в Баку не случайно и поделился своими мыслями, подчеркнув, что уникальность выставки в том, что здесь представлены и работы малоизвестных художников. Андрей Соробьянов еще раз поблагодарил организаторов экспозиции. Затем состоялось открытие выставки. Экспозиция включает уникальную коллекцию авангардизма, собранную в региональных музеях 17 городов России. На выставке представлены образцы творчества, как известных классиков авангардизма Казимира Малевича, Василия Кандинского, Александра Родченко, Владимира Татлина, Александра Экстера, Марка Шагала, так и Виктора Барта, Алексея Грищенко, Алексея Моргунова, Сергея Романовича, Павла Мансурова и других, внесших важный вклад в историю авангардного искусства. Выставка, включающая 60 произведений, объединяет работы, представленные на первой и второй выставках авангарда в Москве в 2016 и 2017 годах и охватывают период от начала формирования русского авангарда в 1900-х годах до кризиса, возникшего в этом течение в начале 1930-х годов. Основная идея проекта заключается в ознакомлении с произведениями как известных, так и малоизвестных и совсем неизвестных русских художников-авангардистов, хранящимся в коллекциях региональных музеев России, демонстрация основных стилей русского искусства 30-х годов XX века. Выставка, куратором которой является искусствовед, автор цикломнографии и издания о русском авангарде Андрей Соробьянов, продлится до 5 мая.